Девушки отдыхают Садик сейчас опоздаете Привет, Орлы Привет Ну? Папа, папа, привет Вы что, готовы? Да Они еще чай не допили Мы допили Давайте одеваться быстро Быстро, быстро, быстро Давайте Прости, я тебя покормить не успеваю Мне к первому уроку Я сам покушаю, что ты у меня маленький, что ли Давай, собирайся, я тебя тогда в гимназию отвезу И детиши по дороге в садик закинем Да, сейчас Ольга переоденусь Давай, давай, давай Ой 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 Бедный ты мой, не спал всю ночь. Да нормально все, просто хочется своим делом, конечно, заниматься. Ну ничего, мы как-нибудь проживем. Ну конечно проживем, обидно только. Время потратил, заработал копейки. Ну в следующий раз ты побольше заработаешь, да? Ну конечно заработаю. У нас же с тобой одни праздники впереди. День рождения, твой юбилей у нас кстати. Да, розовая свадьба. Еще называют и оловянной. Егор, десять лет прошло. Как вчера, да? Я тут думаю-думаю. Что же тебе подарить? А я не знаю. А кто знает? Может, а может сюрприз? Хорошо, давай сюрприз. Договорились. Только на дорогу смотри. Я смотрю-смотрю. Хорошо. Дочек, помоги сколько можешь. Лекарства не хватает. А дети твои где? Почему не помогают? Моя дочка в другом городе живет. Сама-то бабуль виновата. Плохо дочку воспитала. Денег я тебе не дам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Идет. Доброе утро. Здравствуйте, Галина Олеговна. Сделай мне кофе с корицей и щепоткой каинского перца. Щепоткой. Поняла? Галина Олеговна, почему нет? Наталья Борисовна, рада вас видеть. Взаимно, Галина Олеговна. Взаимно. Ну как? Вы довольны своей прической? Вполне. У вас девочки хорошо работают. Но я люблю ходить к Танечке. Рука у нее легкая. А не хотите маникюр сделать? Вам большая скидка будет. Вы знаете, я бы освежила. Но, к сожалению, нет времени. Совершенно нет времени. Ой, как я вас понимаю, нам, руководителям, никогда не хватает времени на себя. Ваш кофе, Галина Олеговна. Пожалуйста. Все-таки переложила перец. Бестолыч! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, любимый. Окно нарисовалось? Все-все. Уже лечу. Буду через два часа. Хорошо. У нас там старуха под окном пробирается. Расберитесь. Сделайте так, чтобы ее не было. Как? Выгнать? Что за вопросы? Конечно. У нас тут салон красоты, а не паперть. Стерва. Я тут старушке теплые вещи принесла. От всей крови достались. Маша, раздайте, пожалуйста, тетради. Тема нашего сегодняшнего урока – повесть «Феерия. Алые паруса». Эта повесть была написана в начале прошлого века. А что это вы мне двойку вкатили? Я же все нормально написал. Никита, ну, во-первых, вы все списали из интернета. Во-вторых, вы видели, сколько у вас ошибок. И что? У других, что ли, меньше? Это единственная двойка в классе. Если вы хотите все исправить, приходите после уроков на консультацию. Ну, сейчас. Я надеюсь, все прочитали повесть Александра Грина «Алые паруса». Вам понравилось? Да. Делать нам больше нечего всякую фуфлу читать. Но вы, Никита, как я вижу, не читали. Почему? Я фильм смотрел и пару ссылок в интернете открыл. Знаете, что я вам скажу? Сказочка про мечтателей и полный отстой. А ваш капитан Грей – чмо. Знаете, почему? Вот как можно столько бабок спустить на какие-то там паруса? Нет, бы чего-нибудь нормального себе купил. Тачку, телок снял. Очните, Бабанин. В то время еще тачек не было. Понимал бы, чего вы, романтики. Слушай, Петрова, ты вообще заткнись. Бабанин. За тобой точно никто никогда не приедет. Максимум на каком-нибудь Запорожце, Аллом. Никита, я надеюсь, что вы поймете, что в жизни не самые главные деньги и понты. Варвара Семеновна, как получилось, что у Бабанина сплошные тройки по литературе и вдобавок двойка за сочинение? Он не прочитал ни одного текста по программе. А на русский язык ему вообще наплевать. У Никиты Бабанина оценки ниже четверки быть не может. Не забывайте, что его отец работает в городской администрации. Он член попечительского совета гимназии. И вообще, вы знаете, какую помощь он оказывает? Да один прошлогодний ремонт чего стоит? Зоя Васильевна, вы же прекрасно понимаете, что такое отношение портит детей. Я не собираюсь с вами дискутировать. Или вы исправляете положение, или я делаю выводы. Носится с этим Бабаниным, как с писаной торбой. Он этим пользуется. Вся школа стонет. Тоже. Вчера хозяева звонили, просили аренду за дом заплатить. Два дня уже как надо. Я уже вчера вечером заплатил. Кстати, аренду твоего салона тоже продлила на полгода. Только на полгода? Там посмотрим. Смотришь на твое поведение. Все, мне пора. А тебе есть чем меня упрекнуть? У меня только дом работает к тебе по первому требованию. Ты идеально. Вот так всегда. Побыл с идеальной полчаса и бежишь. Галь, чего ты хочешь? Все того же. Быть с тобой всегда. Ну, не начинай. Да, кстати, у меня для тебя сюрприз. У меня дочка с жены. Лозаны едут. Так что мы вместе с тобой будем. Целых три дня. Ага. Да, твой день рождения еще отметим. Как надо. Сейчас. Сейчас. Долго ждать? Вот, пожалуйста. Откуда такие цены? Так поставщики подняли. Говорят, кризис. Кризис? У них товары еще на полгода. А они хотят его по новым ценам загнать? А ты куда запотрела? Почему не сразу не сказала, а? Выбрось это на помойку! И почему старуха еще здесь? Ну, я же вчера не приказала. Мы ей сказали, но она не уходит. Ну, значит, плохо говорили. Мне что, еще и этим заниматься? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет, Елена. Варя, у меня к тебе дело. У тебя сегодня нет уроков, я помню. Да, что случилось? Нужно подменить меня на рынке. Продавщица заболела. Я бы и сама стала за прилавок. Да мне на таможне надо. Я столько дел хотела сегодня сделать. Да дела никогда не закончатся, а я тебе заплачу. Денежка вам никогда не помешает. Точно, не помешает. Ну вот, меня выручишь и сама заработаешь. Ладно, мне нужно переодеться. Да, давай, собирайся. Видишь, человек сомневается, думает брать, не брать. Ты ему говори, ой, вещь хорошая, как на вашу. В общем, хвали, хвали. Так разберешься. В общем, у меня там все про размером, колготки, носки. Главное, деньги считай, ладно? Лид, ты не волнуйся, я хоть у гуманитарии. У меня со счетами все в порядке. Если что, Фаина, она поможет. Да не волнуйся, Лидия Васильевна. Подстрахуемся. Сюда клади. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Эй, стой! Стой! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Шш! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так, у вас есть стройка в 8, Дэн? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Галка! Какой сюрприз! Сколько лет мы не виделись! Лет десять, наверное. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А, я тебя же искала, я тебе звонила! Ты куда пропала? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А ты? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А я и работаю в школе. А тут сегодня попросила соседка ее подменить. А ты чем занимаешься? У меня свой бизнес. Салон красоты. В общем, все хорошо, за исключением порванных колготок. Подбери мне что-нибудь приличное. Сейчас. Да. Как мама пожирает? Нормально. Как твои родители? Мама умерла два года назад. Да, я знаю. Мне мама умерла. Папа дом продал, переехал к нам поближе. Ты можешь в этом переодеться. Угу. Вот мой телефон. Позвони, если будет настроение. Может, как-то мы встретимся, поболтаем. Спасибо. Ну все, пока. Пока. Слушай, а ты эту фифу откуда знаешь? Вроде бы не из одной песочницы. Мы из одного поселка в одну школу ходили. Были не разлей вода. У нас даже день рождения в один день. Угу. Ну что, двоек много наставила? Да я еще не успела, только детей уложила. Ну давай, показывай, сколько ты там наработала. О! Ну ты даешь, мать. Не ожидала от тебя. Слушай, бросай свою школу. Иди ко мне на рынок работать. Я по тебе точку открою. Нет, торговля не мое. Я детей люблю и литературу. Зря. На рынке больше заработаешь. Вот. Твоя доля. Спасибо большое. Очень кстати. Ты про день рождения помнишь? А как же. Разников хочется. Сил нет? Да. Ну что, Егор, ты оклемался? Ну переживает, конечно. Берется за любую работу. Вот сегодня на всю ночь ушел. Повезло тебе с мужиком. Тебя любит. Детей в зубах таскает. То я колочусь-колочусь. Прихожу уставшая, как собака. И даже некому сказать, как ты устала. Лид, а кто ты по знаку Зодиака? Стрелец. Я тут в журнале читала, что у стрельцов в этом году высокая вероятность заключения брака. Да ладно. Так написано. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так, вроде все. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Алло. Алло, Галечка. Здравствуй, дочка. Да, мам, привет. Забыла тебя спросить, какой торт тебе испечь на твой день рождения. Ореховый или Наполеонка? Пеки, какой хочешь, все равно. Ну как, дочь? Ты же обещала. У меня гости будут. Мам, ну приеду, когда смогу. Ну, что трагедию делать? Все. Друзья мои, предлагаю поднять бокалы за самую красивую, самую любимую женщину в мире, за мою жену. Ура! 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 Спасибо. Ура! Пап, давай я тебе холодец передам. Не волнуйся, я поухаживаю за Семеновичем. Лида, вообще-то это я должен за вами ухаживать. Я вообще-то не против. Андрей, ну что ты? Нужно же все съесть. Да я ем. Варя. Пропадай, моя фигура. Алюе обалденный. Боже, как вкусно. Везет тебе, Егор. Жена красавица, готовит вкусно. Удивляюсь только, как ты такой стройный. Стараюсь соответствовать. Ну что, между первой и второй перерывчик небольшой. Варя, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу выпить за тебя, за твою семью. И за любовь. Ведь важнее любви ничего нет на этом свете. За любовь. Ура! Ура! За любовь. Субтитры подогнал «Симон» Держите. Вот здесь распишитесь и дату поставьте. Спасибо. Ну, почему я жду тебя? А снова приходит курьер. Сколько можно? У меня уже таких коробочек пять штук. Голчонок, ну прости меня. Я не смогу к тебе приехать. Ну, ты же обещал. Дочка затемпературила. Жена отказалась от поездки. И вообще, мне кажется, она... Она подозревает, что у меня кто-то есть. Нам надо затаиться. На время. Алло, Галь. Галя. ВЫСТРЕЛ 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 Алло, София. Привет. А чем занимаешься? В Праге. Квартиру купила. Молодец. Здорово. Нет, у меня все хорошо. Просто хотела поболтать. Ну, звони, как вернешься. Давай, давай. Пока. Абонент временно недоступен. Перезвоните в сфере. Присоединяйте. Ты жила, блядь. СМЕХ СМЕХ Алло. Варь, поздравляю тебя с нашим общим праздником. С Днем Рождения. Спасибо. А ты не будешь против, если я приеду? Ну, все. Высылай адрес с СМС-кой. Нет, нет. Я найду. Пока. Если бы ты дал шанс, Я бы все исправил. Прилетай ко мне, милый, Верни мне детство. А вы знаете, Семен, такую песню? Не рано ли спать? Не поздно ли петь? Всего не сказать. Всего не успеть. Ты так близко и так далеко. В бокале порт пей. А не клепо тебе не... Смотри, как сольятка обрабатывает твой рецепт. Ну, и бачеха будет. Дурят. Я бы все еще могла быть. И прямо говорю, Я устала от любви, От соплей и слез. А ты такой, А на душе мороз. Я вызову такси На последние деньги. Если скажешь, уезжай. Я остаюсь. Решайся скорее. У нас есть еще время. А ты такой, Я за себя боюсь. Браво. Хорошо поешь, Лида. У тебя талант. Спасибо. У меня много еще разных талантов. А где наши мальчишки? А где наши мальчишки? Саша, Аленя! Что вы там делаете? Они полкоробки конфет съели. Вылезайте быстро. Диатез будет в красные щеки. Не будет никакого диатеза. Вылезай, говорю. Ну, куда я посмотрю на тебя? Ну, ты посмотри, Егор. Иди их умывай. А я пойду курицу в духовку поставлю. Я помогу. Полетели, 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 полетели. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. А Варю Котки где живет? Здесь только. Она теперь Орлова. Я ее муж, Егор. Вы Галя, наверное. Да. Проходите, пожалуйста. Галя, как я рада, что ты пришла. Привет. Привет. Спасибо. Милая квартира. Особенно для такого района. Я такси отпустила и сразу же заблудилась. По шпалам пришлось идти. Да ты что? Да. Ваши или снимайте? Наши. Здесь раньше Егор с мамой жил, а теперь мы. Тесновато, конечно. Но уютно. Здесь все Егор своими руками сделал. Да. Хороший тебе муж. Еще и симпатичнее. О! Что вы здесь делаете? Это что такое? Ну-ка, быстро в свою комнату. Господи. Хорошие такие. Да. Они Егоры, это мое счастье. Ну что, может, пойдем к столу? Ой, вот, с днем рождения. Спасибо, Галь. И тебя тоже с днем рождения. Прости, я не успела подарок подготовить. Ничего страшного. Ну что, пойдем к столу? Ну, подарок-то открой. А. Как красиво. Это, это очень дорого. Ну, а как иначе? Галь, спасибо большое, но я не могу принять такой дорогой подарок. Перестань. Вот тебе еще подарочный сертификат на посещение моего салона. Спасибо большое, мне как раз нужно руки в порядок привезти. Ну, да. Давай так, я сертификат возьму, а это не могу. Ну, ты что, хочешь меня обидеть? Отдевай скорее, я никаких не могу. Ну, как? Супер, тебе очень идет. А вот это к столу? А зачем ты тратилась? Я столько всего наготовила. Что, и оливье будет? Да, и оливье, и селедка под шубу, и холодец. Да ладно, и точно не останешься. Пойдем. У вас же такой же был. Так это он и есть. Ну, ты что? Угу. Папа подарил, когда переезжал, и шкаф, и буфет, и пианино в той комнате. На память о старом доме. Как мы там жили, хорошо было. Помнишь, Галь? Конечно, помню. Как в детство вернулось. Помнишь, как я бы большой оказался, а? Мы же мелкими были. Хорошо. Так и сейчас неплохо. Пойдем праздновать. Познакомьтесь с моей школьной подругой Галей. У нее сегодня тоже день рождения. Значит, сегодня твои именинницы? Да. Поздравляем. Поздравляем. Галечка, садись. Я поухаживаю за тобой. Угу. Вот, Галя, встретила бы тебя на улице и не узнал. Такая ты красавица стала. Спасибо, Денисина. Ну, расскажи, чем ты занимаешься? Как живешь? У меня свой бизнес. У меня свой бизнес. Загородный коттедж, машина. В общем, все хорошо. Понимаю. Молодцом. Ну, а деток сколько у тебя? Я пока не замужем. Ну, ничего. Ты, знаешь, главное, не расстраивайся. Ну, в современном мире это нормально. Да, все впереди. Видите, какие у нас девушки. Они все делают своим трудом, умом добиваются. Давайте пирожки отдам. Егор, обложи Гале Оливье. Ну, расскажи, а как мама? Все в порядке. Там же живет, в поселке. Вишни много в этом году? Ой, не знаю. Давно не было. Как это давно не было? Дядя Семен. Я деловая женщина. Каждый день расписан по минутам. Деньги я ей каждый месяц высылаю. Ну, что значит высылаешь? А съездить мать навестить? Трудно? Да? На автобусе до поселка два часа. Пап, ну, а давайте за родителей. За тебя, пап. Да, давайте, за родителей. Ой, Оль. Там вроде у двери шторка новенькая, веселенькая. Галя, денег прислала. Вот я и купила. Хотелось ее порадовать. Ну, пойдем, пойдем. Хоть чаем чокнемся за мою дочку. Да, с нашим давлением теперь только чаем и чокаться. Да и то некрепким. Да, молодец твоя Галя. Многого добилась. Вот только приезжала бы почаще. Ну, что ты, Марусь. У них там в городе совсем другая жизнь. Ну, да, ну, да. Ты чего здесь стоишь? Что-то не так? Все в порядке? Дорогие мненницы, можно я между вами постою? Желание загадаю. Вдруг исполнится. Постой, постой. Может, Женя у тебя наконец. Варюш, ты не забыла, что там курица? А, точно, спасибо. Галя, мы, кажется, знакомы. Думаю, вряд ли. Извините. Может, телефонами обменяемся? А что, есть повод? А какая у вас машина? Да. Да, это я у вас въехала. Сколько вы хотите? Я вас сразу знал. Машина-то ерунда. Давайте так. Я вам сейчас дам 20 тысяч и будем считать, что на этом инцидент исчерпан. Хорошо? Да не нужны деньги. А что вам нужно? Ничего. Вы одинокая девушка, я тоже одинокий. Видно, разговор не заланился. Галя, ты чего? А этот Андрей, он кто? Друг Егора. Хороший парень. Чем занимается? Он электромеханик на железной дороге. Понятно. Кстати, не женат. Да ты что? Вы что, осчастливить меня решили? Сначала твой папа, ты только не расстраивайся. Пирожок мне подкладывает. Сейчас ты с этим механиком. Вы что, вы меня жалеете? Галя, ну ты ерунду говоришь. А может, я семью не хочу? Шутишь ты? Ты замуж с детства хотела. Дочке матери больше меня играла. Детство прошло. Сейчас другая жизнь. И дети – это не главное. Вон у скольких детей нет. Это раньше женщина дома сидела, детей рожала. А теперь нам все дороги открыты. В науке, в бизнесе, везде. Ты наукой занимаешься или города строишь? Какая разница? Галя, я тебя не узнаю. Ты как будто чужими словами говоришь. А может, ты просто не понимаешь? Может быть. Пойдешь, захвати перец. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, только не кури здесь. Можно на балконе. А то Егор дым не переносит. Весь из себя такой правильный. Что, недостатков нет? Не поверишь, правда, нет. И чем же наш ангел занимается? Инженер-технолог. Правда, его недавно уволили. Там у них на комбинате стали сокращать пенсионеров, а Егор заступился. Сам остался без работы. И что же? Сидит на твоей шее? Нет. Он за любую работу берет, стаксует по ночам. Не боишься, что уйдут? Нет. Я секрет знаю. Интересно. Что за секрет? Поделись. В каждой семье свои секреты. Вот твой салат любви. Варь, ты прям как твоя мама. Помни, всегда с твоих дней рождения с полными сумками уходили. Да, точно. Да, Варенька на маму очень похожа. А мама ведь моложе меня была. А вот видишь, как бывает. Ушла первая. Мам, пожалуйста. А чего это мы грустим? Мы же все-таки по веселому поводу собрались. Варюш, ты же мне хотела селедку большую положить. Осталось? Вот уже все готово. Спасибо. Ой, кто это? Не боишься, что дома жена сбита встретит, нет? Голчонок, ну не дуйся, а? Ты же знаешь, как я тебя... Я тебя обожаю. Ты смотри. Смотри сюда. Смотри, какая красота. Я думаю, что этот цвет тебе... Это очень, а? Ну ладно. Прощен. Моя девочка. Их и так успеет. Голд Ihnenah consid ... Может, мы что-то играли? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто ж? У меня есть одна маленькая проблемка. Какая? Я тут в одного козла въехала и скрылась. Он меня и вычислил, и теперь планирует суд подавать. Но я не виновата. Он сам поставил машину туда, где нельзя было. Ты же меня отмажешь? Меня же теперь не лишат прав. Твои маленькие проблемы, меня уже достали! На те деньги, что я уже отдал этим вашим каишникам, я мог бы уже себе роз-роуз купить. Где они? Королевская комплектация. Тош, ну не ругайся. Ты ведь сам был против того, чтобы я наняла себе водителя. Бери водителя. Буду оплачивать. Мне это дешевле обойдется. Тош, ты не пошутил по поводу водителя? Другого выхода я не вижу. Ты мне самый лучший. Тош, только тебе подкачаться бы чуть-чуть. Я хочу, чтобы ты был еще и самый красивый. Богатый мужчина некрасивым быть не может. Или у тебя другое мнение? Алло, Галь, привет. Хорошо. Ну что ты, зачем я буду на такси тратиться? Я на маршрутке могу добраться. Угу. Хорошо, договорились. А вы ко мне? Нет. Слышку в кабинете оставил. Я думала, вы пришли свои оценки исправлять. А зачем? Все равно четверку поставить. Куда ты денешься? А это что, лифт? В двухэтажном доме? Да. Ну, как тебе? Роскошно, конечно. Да? Так как-то у тебя холодно. Я привыкла. Хочешь коньяка или водки? А черный укр, водочка хорошо идет. Давай чаю? Только у меня обычного нет. Есть зеленый, красный, белый. Тебе какой? Мне любой. Я вот тебе приготовила подарок к дню рождения. Ну что ты, не надо было даже заморачиваться. Смотри, я думаю, тебе понравится. Это же узнала? Это наша новая тетрадка для сплетен. Помнишь, мы с тобой ее придумали, чтобы друг другу записки не передавать на уроки? Она лежала у нас на парте. И учительница думала, что это наша рабочая тетрадка. Сегодня утром писару пасся у моего дома. Смотри, какой у меня был смешной почерк. А ты помнишь, как он в тебя был влюблен? Ты все это сохранила? Да, конечно. Ты мне что-то хотела сказать? Да. Да. У меня открылся воказь водителя. Хотела твоего Егора взять. Что ты думаешь? Галка, а что тут думать? Спасибо тебе большое. Я думала, что Егор будет счастлив. Ты настоящая подруга. Спасибо тебе. Мама! Здравствуйте, мои хорошие. Держите торт. На стол. Так, что за праздник у нас? Привет. Теперь у тебя будет постоянная работа. Вот как? Что за работа? Откуда? Галя берет тебя к себе личным водителем. Хорошо. Я согласен. Давай праздновать? Давай. Давай. Ну как? Хороший агрегат. Вот это ключи? А это аванс. Не, Галя, я так не привык. Сначала поработай, потом заплатишь. Ну, мало ли к чему ты привык. Я здесь хозяйка. У меня такие правила. Бери. Спасибо. Поехали. Спасибо. 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 Сегодня у нас с вами новая тема. Мы познакомимся с творчеством русского писателя. Нифига себе! Да уж, нифига себе! Офигенный писатель! Ну и кто автор этого бездарного фотошопа? Никита, это ваша работа? Ничего себе! Вы тут свои фотки на сайте знакомства укладываете, а я тут каким боком? Это подло! Привет! 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 Так, убирай все тетрадки. Я аванс получил, вам праздновать. Куда так много всего накупил? И это не все еще. Ничего себе! Какие красивые! Ну как? Тебе очень идут. Тебе вообще все идет? Дорого, наверное. Тебе же нужно куртку купить детям, ботинки. Успокойся, на все хватит. Я там папе еще кое-что купил для рыбалки. Ну и детишкам так, по мелочи. Где они, кстати? Папа в зоопарк с ребятами пошел. Ну хорошо. Алло, да, здравствуйте, Зоя Васильевна. Да. Я знаю, что это ЧП. До свидания. Что случилось? Кто-то сделал фотошоп с моей фотографией. Выложил на сайте знакомств. Знакомство, точка чего-то там. Очень нехорошие фотографии. Меня могут уволить. А кто это мог сделать? Я не знаю. Бабанин в класс заходил, когда меня не было. А у меня... Я ноутбук не выключила. Варь. Ну, Зоя Васильевна-то откуда знает? Да у нас в школе все про всех все знают. Вот была Антюша сидит. Где сидит? Ну, на сайте знакомств. Что? КОНЕЦ КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Варвара Семеновна, я надеюсь, вы понимаете, что после вашей безнравственной выходки в интернете мы не можем вас оставить в гимназии. В ваших же интересах написать заявление по собственному желанию. В противном случае вам грозит позорное разбирательство и увольнение по статье. А директор действительно считает, что я сама по собственной воле выставила себя на посмешище? Нашей гимназии не нужна дурная слава. Дайте мне чистый листок бумаги. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Заходи. Чего, куда ставить-то? И вот здесь? Как хорошо. Так, кажется, теплее. Что ты думаешь? Ого. Симпатичный уголок получается. Это надо отметить. Это очень хорошее вино. Открывай. Так, слушай, Галь, я же за рулем. Ну, какие проблемы? Вызовешь такси? Ну, я же боюсь. Бокалы на кухне. Ты тут всё накрывай. А я пока переоденусь. Тебе нравится? Что? Платье. Тебе идёт? Правда? Спасибо. Мне приятно, что тебе нравится. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Прости. Сейчас я тебе затираю. Сейчас сам затираю. Угу. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА ТОШИ 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 А? Ты ждала кого-то другого? Здравствуй, любимая. ТОШИ У меня одна встреча сейчас отменилась. Я сразу к тебе. А-а, это Егор. ТОШИ Вы водитель? Помнишь, ты говорил мне что я наняла водителя? ТОШИ Здравствуйте, Извините рука мокрая. Антон. Я тебя в неловкое положение поставил, извини. Теперь мой папик точно подумает, что мы любовники. А что? Он хороший человек. Помогать мне в бизнесе. Он, кстати, депутат. Прости, нехорошо вышло. А может, наоборот, хорошо? Ну, я очень ценю его. За его хорошее отношение ко мне. Я ценю его помощь. Но уж тебе все равно не поверят, что у нас с тобой ничего не было. Не поверят? Так зачем же мне мучиться понапрасну, а? Галя. 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 Ты... Ты очень красивая. Но я жену люблю. Ты что, поверил, а? Ты поверил? Ты что, Егор? Ну, это же шутка. Легкий флирт, игра. Ты что? Из тебя хреновый джан. Да. Очень хреновый. Да. Ты хреновый. Куда ты пошел? Ты что, больной? Ты можешь быть свободен сегодня. Я сегодня никуда уже не поеду. Хорошо. Привет, семья. Передам. Только все у нас налаживаться стало. Такая стабильность появилась. И вот я потеряла работу. Все хорошо будет. Не переживай. Спи. А как хорошо, что ты у меня есть. Что бы я без тебя делала? Ничего не делала. Ничего. Привет. Привет. Как поживает святое семейство? Галя, давай ее уволить. С чего вдруг? Ну, думаю, тебе неприятно меня видеть. Деньги, которые я не отработал, я верну. Из мухи слона делаешь. Возомнила себя много. Ты лучше работу свою хорошо делай. Думаешь, я с познакомства пришел, можно наглеть? Захотел, пришел. Захотел, ушел, да? Вольная птица. Сначала отработай все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Садитесь. Теперь в вашем классе русский язык и литературу буду вести я. А где наша Варвара Семеновна? Она в нашей гимназии больше не работает. Дурак ты. Из-за тебя хорошего человека уволили. Ко мне какие претензии? Я ее не увольнял. Я слышала, как ты Шашлова говорил, что русачка вляпается, теперь не отмоется. Шашлов, скажи. Что тебе сказать? Раскрыли учебники? Егор! Здравствуйте! Здравствуйте! Как я, рано вас видеть? Я тоже, Ниль. Как Варя? Варя, хорошо. Вы не подскажете, где у меня директора? Мне надо адрес Бабаниных узнать. В 21-м. А пойдемте, я вас побежу. Зачем пришла? Хочу, чтобы ты извинился. Извинялся? Извинялся за то, что ты меня держишь за идиота. За то, что крутишь за моей спиною. Ради такой шалавы я хотел уйти из семьи. Как ты вообще мог подумать, что я после тебя могу опуститься до какого-то шиферюги? Это же надо так себя не уважать. Ты даже не надо себя оскорбляешь своими подозрениями. Поставил себя в один ряд с каким-то водилой. А я думала, ты из другого мира. Ты не такой, как они. Пошел, поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что-то я устал. Может быть, съездим куда-нибудь на недельку в райский уголок. Это отличная идея. А как же твои? Моя забота. Тош, у тебя же широкий круг знакомств, да? Опять ДТП? Хм. Нет. Мне нужен человек для решения щепетильных проблем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, может, ты сходишь в салон красоты, там, маникюр, педикюр. А мне же Галка сертификат подарила. Вот. Пойду. Тем более у нас юбилей у нас. Отлично. А мы с парнями в кино. Угу. Парни, в кино пойдем? О, мультики! СМЕХ Быстрей, быстрей, быстрей. Давай, дай, дай, дай. Дай, 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 дай. Здесь пятьсот тысяч? Отвезешь поставщикам и можешь быть свободным. Езжай на своей машине. Я сегодня сама за рулем. Ты мне больше не понадобишься. Я бы хотела сделать маникюр. Вот у меня сертификат. Так, значит, у вас получается, что маникюр бесплатный, да? А вы записывались? Нет. А вы знаете, у нас, к сожалению, сейчас все мастера заняты, но мастер Ирина должна освободиться примерно через 20 минут. Подождете? Да, конечно. Пока ожидаете, можете как раз сделать новую процедуру для лица. У нас сейчас как раз очень хорошая скидка, и придете домой с новым лицом. Ну, хорошо, давайте гулять-то гулять. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 АРОСТНЫЕ ВЗДО mä АРОСТНЫЕ ВЗДОМ АРОСТНЫЕ ВЗДОМ СИГНАЛИЗАЦИИ Ой, это мой. Вы не могли бы дать мне мой телефон? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Алло. Да, это я. Как в детском саду? Их должен был заврать мой муж. Ой, извините. Да, я скоро буду. Простите, пожалуйста. Мне нужно идти. Возьмите. Но мы же еще с лицом не закончили. Маску снимите. Возьмите. Алло, Галь, здравствуй. Извини за беспокойство. Ты не знаешь, где может быть Егор? А разве он еще не дома? Нет. Он детей не забрал из садика, и телефон у него не отвечает. Странно. Я попросила его отвезти деньги в офис, а потом разрешила ехать домой. А может, его ограбили? Ой, ну почему сразу ограбили, убили? Я позвоню сейчас поставщикам и узнаю, был ли он у них. Хорошо? Варь. А может, он того? Загулял? Галя. Да. Ну что, Егор так не звонил? Пап, может, пора в больнице и морге звонить? Варь, ты, главное, не волнуйся. Не надо думать о плохом. Мне кажется, с ним что-то случилось. Давай мы еще немного подождем. Я знаю, что нельзя паниковать. Я не буду. Я не буду. КОНЕЦ Алло, скорая? Тут мужчина избитый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ку-ку. Тот самый. Надеюсь, он жив? Кровью харгал, но жить будет. Давайте обойдемся без подробностей. Как договаривались. Слушай, ты обращайся. Мы тебе, как постоянному клиенту, скидку сделаем. Какой урод. Мои дорогие, приехали мои хорошие. Ну, идем, идем. Мои красавицы. Давай, давай. А ты, белостинка, а булочки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Алло! Галечка, здравствуй! Когда же ты приедешь? Скоро? Мам, я сейчас уезжаю в аэропорт. Но мне надо по работе. Вернусь дней через десять и сразу к тебе. Ну, пока все. Пока. Пока, дочка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты прав. Отдыхать так отдыхать. Это правильно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИНК Christianity Взял показания, не переживай. Главное, что жив остался. Да, конечно. Варюш, принеси, пожалуйста, попей что-нибудь. Сейчас. Семен Иванович, Андрюх. Короче, выручайте. Хотел Варю на годовщину свадьбы в Египет свозить. На яхте хотел покатать. А видите, что приключилось? Очень хочется сюрприз ей сделать. Поможете? Организуем, сынок. В лучшем виде. Спасибо. Яхта я не обещаю. Слушай, а вы же на Медовый месяц, по-моему, в Карелию ездили. Странно, да? Все по морям, по океанам, а мы комаров кормили в палатах. Там так хорошо было. Как в классике, рай в шалаше. Да. Значит, организуем ему рай. Осталось только узнать, кто его сюда определил. Может, это отец Вариного ученика? Бабаня? Да. Да нет, он нормальный мужик. Скорее всего, хулиганье просто какое-то. А может, кто-то и знал, что Галя через меня деньги передавала. Ладно, следователь разберется. Не хочу даже думать об этом. Слушай, Гур, а Галя, она как? В смысле, Галя как? Ничего про меня не говорила. А что, понравилась? Ну, интересная девушка. Немного запуганная, но хорошая. Это видно. Ну, увидишь ее, привет передам. Конечно, передам. Хотел учительнице напакостить. В итоге меня подставил. Здрасте. В общем, так, ни в какую Англию ты не поедешь. Понял? В военное училище пойдешь. Там тебя в раз мозги на место вправят. Папа, папа! Папа, папушка! О, Папа, я красавец! Проходы здесь, а? Здравствуй, дорогой! Мы так по тебе соскучились. Видишь, не дождались и решили тебя встретить. Что это за пестрая дикость? Такая я не покупала. Мариночка, а как это вот я папу учитель помог? Да, и этой девушке. Всего хорошего. Так, может, мы подвезем, и все-таки вылетели вместе? Не, ну, Мариночка, совершенно посторонний человек. Так что? Мариночка, все-таки, 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 все-таки. Мариночка, все-таки, 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 все-таки А что? А вы не знаете, кстати, где мама? Мам! Мама! Похоронили мы твою маму. Три дня назад. Как похоронили? А что случилось? А ты разве не знала, что твоя мать болеет? Почему мне не сообщили? Эх ты, девка, я тебе по сто раз на дню звонила. Ты не отвечала. Почему? Можно? Ты, Галь, давай успокаивайся. Слезами горю не поможешь, а сердце надорвешь. Покрывало зеркало можешь снять. Ты ела что-нибудь? Ну, не помню. Ну, приходи ко мне. Я щи сварила. Хорошо. Приду. Ой, Господи. Ну, так я жду тебя. Где деньги-то брать? Работать-то я не могу пока. Егор, мы справимся. Мне звонил отец Бабанин. Да ты что? Извинялся и просил в гимназию вернуться. Ты как думаешь? Не, категорически против. Устроишься в обычную школу. Ну, и как мы будем Гале долг отдавать? В машину подойдем. Я вам помогу. Мы с матерью откладывали. Вот и пригодились сбережения. Спасибо. Спасибо. Галка, привет! У тебя дверь нараспашку. А мы с Егором тебе привезли. Вот деньги отдать. Правда, не всю сумму собрали, но мы обязательно отдадим. Отчего у тебя так холодно совсем? Не знаю, я больше не чувствую. Галь, ты не заболела? Мама умерла. Тетя Оля? О, Господи. Галь, когда? Вчера было 9 дней. Слушай, Галь, ты наш соболезнование прими. Если помощь нужна будет, обращайся. Да, Галь. Вы мне ничего не должны. Нет! Вы мне ничего не должны. Галь. Уходите. Я хочу побыть одна. Уходите. Уходите. Уходите! Уходите! Постойте! Уходите! Извините. Извините. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вы на исповедь? Что? Вы исповедоваться пришли? В чем? Ну как, в грехах. Нет. Я пришла свечку поставить за упокой. А какой грех самый страшный? Гордыня. От нее все. И зависть, и подлость. Вы справа заходите, увидите, там распятие. Там свечку и поставьте. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Нет, я не могу. Поставьте сами, это место не для меня. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это? Страшный сок. Вот твой ужин. Без горячего жить нельзя. Саня, я еще апельсину принесла, тебе витамин нужны. Варя, я правда ничего не хочу. Варя, Ольга Петровна бы очень расстроилась, если бы увидела тебя в таком состоянии. Нужно хотя бы что-нибудь съесть. А у нас с Егором суббота годовщина, мы тебя приглашаем. Ты должна прийти. Варя, да? Прости меня, пожалуйста. Я перед тобой, Егором, очень виновата. Галь, за что? Почему ты перед нами виновата? Прости меня, пожалуйста, Варя. За что, Галь? Это я все подстроила. Это я наняла бандитов, чтобы Егор избили. Я позавидовала Вашей любви. Вашему счастью. Я жалости Вашей не понесла. Прости меня, пожалуйста. И поэтому ты чуть не убила? Варя, какая же ты тварь. Варя, ну прости. А. Большой счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далина Олеговна, можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я из Собеса. Я вам продукты принесла. Вы мне список напишите, я буду приносить. Можно я ещё у вас уберусь? Спасибо тебе. Спасибо тебе, Татьяна. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пап, пап, ну я тебе утром позвоню и не забудь про шашляные носки, ладно? Хорошо. Варечка, не волнуйся, мы с Семёном Ивановичем последим за детьми. Правда, Семён? Ага. Я вообще-то немножко волнуюсь, потому что я первый раз в СВ поеду. Погоди волноваться. Вот на байдарке будете сплавляться по порогам, тогда волнений не будет. А чего нам волноваться, мы опытные байдарочники? А я десять лет мечтала туда вернуться. Там так, хорошо? Варь, вот видишь, мечты сбываются. Угу. Любимый, спасибо тебе большое за сюрприз. Тебе спасибо. Горька! 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 Тили тесто, в них и место! Тили тили тесто! Тили тесто, в ходе менте? Горька! Горька! Лупы! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наверное, мне не стоило приезжать. Но ближе вас у меня не осталось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, хватит слёзы солить. Праздник! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тащите, идите. А то опоздаете. А вы разве с нами? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конечно, я с вами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...